Здравия, соратники! И сегодня мы с вами прогуляемся в Питер. В питерский Политех. Он же известный как... Ну, не важно, как он известен. Станция метро одноименная, Политехнический институт. Петербург. Вот так это выглядит сверху. А, соответственно, вот так это выглядит снизу. Давайте посмотрим. Поближе. Вот как только вы ходите из метро, Сразу направо. Или налево, кому как нравится. И вот само здание. Само здание, естественно, Закопано по самое не балуйся. Но самое интересное, это высота этажей. Посмотрите. Чуть позже я объясню, для чего я это говорю. Смотрите, вот оно. Интересная оградка. Она сопоставима по высоте с уровнем окна. Ну, а кошечко там, В этом вот университете, Который основан якобы В 1899 году. И, соответственно, здание построено В 1899 году. Ну, как можно Основывать университет без здания? Тут даже целый комплекс зданий. Но почему-то они все закопаны. Может, просело? Кто его знает? Вот оно. Здание университета, Названное именем Мифического персонажа Петра Первого. Ну, хотя Закопа-то, Это по самое не балуйся, Почему-то вполне реально. Метра на четыре. Вот, зашел внутрь. Метра четыре. Грубинай. И все здания кирпичные. А здесь балки. Балки, когда еще не было Оборудования для их проката. И мы в одном из корпусов, Химическом, скажем так, Впрочем, неважно, Как это называется, В этом комплексе зданий. В одной из лабораторий, Где мы проведем Химический анализ Противовеса металла, Из которого сделаны, И конденсаторов Атмосферного электричества. Из Бангладеш. Лаборатория нано- И мезо-структурных исследований И диагностики материалов. А вот в этом лаборатории Будет, собственно, И анализ происходить. Давайте зайдем внутрь. Присаживайтесь. Вот это инструмент Для синтеза новых материалов. В частности, Тут получили смесь миди И углерода, Чего не получилось никогда. 50 на 50. Вот они здесь Фуллерейны делают. Проникают в кожу. Ну, они различные конфигурации Выбирают. Ну, это фуллерейны. Да. Значит, в узлах Атомного биорода И представляют собой Объемную структуру. Это все виды фуллерейны. Это все Различные виды. Красиво. Что-то крутится. Короче, Сейчас мы пойдем В другую лабораторию И там будут делать Анализ Элементный анализ Вот Содержимое Конденсаторов Атмосферного электричества Из Бангладеш И также Противовеса Для люстры Которые совсем не противовес Напомню Для тех, кто не смотрел Мое видео По противовесу Для атмосферного электричества Для Беспроводного электричества И освещения Краткий экскурс В то видео Магнитится Хотя выглядит Но Ржавеет Тут подвес Подвешивают Оказывается Подвешивают Гайка Обычная Из того же Материала Сложновато Для обычного Подвеса Цифра 13 Какая-то Тут я спилил Для того Чтобы взять Проба Мне кажется Что это Сложновато Для подвеса Ну и для тех Кто не смотрел Видео По конденсаторам Атмосферного электричества Бангладеш И пути Краткий экскурс В то видео О чем идет Речь Что мы будем Брать на анализ Чего неизвестно Какая-то Может быть Кругл Подвеси Это материал Для электриилию Я хочу Думать Позви Может Может Там Может Хочут Соба Позви Соба Будет нормально? Да, будет нормально. Но это не окей? машин здесь в рамсе in this pot керамик and something was inside and all this bullshit for decoration this is what is your place is functional вот это для привлечения свободно либо азбест с mercury с ртутью это керамический горшок и в нем было что-то на лишь а вот это а затем вот этого что декорацию покрыли для красоты вот для чего все это и вот штырь идет заземление поймать ну и собственно сам анализ вот письмо которое пришло долго я его ждал пару месяцев но тем не менее он приносит извинения за задержку говорит летняя пора но тем не менее три образца он проанализировал соседней лаборатории и вот собственно результат о сплавах напомню первый анализ собственно сам противовес внешне который вот звенит собственно то из чего сделана внешняя оболочка си напомню таблица элементов периодическая таблица элементов менделеева си это у нас каким-то образом это карбон то есть углерод и силициум это соответственно ну силикон кремний как угодно можно называть соответственно дальше почему-то не нашел купрома меди и соответствующий но почему-то есть кислород почему-то есть магний в небольших количествах и так далее странно следующий элемент это внутренняя часть собственно цифра 13 вот такой набалдашник был и тут мы видим такую же картину мы видим углерод огромное количество карбона немножко кислорода немножко силициума но очень много железа ничего особенного ничего сложного но каким образом высоко ли углеродистые железо там попалась и нет меди почему-то даже железная на зеленая ржавчина меня вообще вопрос если честно я ожидал немножко другого но отрицательный это тоже результат и вот собственно конденсаторы электричества атмосферного но судя по то количество кислорода оксиды виктор прав действительно видимо сожгло очень сильно потому что мы видим очень мало железа очень мало кальция но основное это в основном немножко алюминия странно 329 откуда там алюминий то ну вот собственно его очень сильно заинтересовал большой кусок это внутренняя часть почему этот большой кусок вот имеет такой такое соотношение металлов вот он ну пустота вот в основном давайте посмотрим это первое это по атомному весу процент второе это по массе если есть специалисты потому что я не специалист пишите в комментариях что это означает потому что я немножко в сомнении то есть следов ртути не обнаружено но естественно она испарилась и это жидкость внутри сплаве и не может быть при такой температуре плавления и всего прочего но что интересен вот этот сплав путь как как такой сплав может быть достигнут примерно 200 лет назад до вторжения потому что это допотопная вещица у меня вопрос и очень жаль что конденсаторы атмосферного электричества показали то что они показали ну видимо очень сильно нагрела все-таки ядерный взрыв это не шутки и действительно было сильное окисление выяснить чем это было до того вот эта керамика очень сложно но тем не менее продолжаем искать продолжаем бороться пытаться найти ну что отрицательный это тоже результат но скрывать его не вижу смысла собственно чем богата тем и рады на сегодня поделился чем мог спасибо соратники и всего хорошего